Звезда героя, лётчика Олега Пешкова, врученная во вдове. Принятие Черногории в НАТО, гибридные войны и отношения России и Турции. Что ещё обсуждали сегодня в Брюсселе министры иностранных дел стран Североатлантического альянса. Об этом Вадим Глускер. Смертельная обида в Саратове спортивный судья расстрелял бывших коллег на глазах у группы воспитанников. Причиной трагедии в школе каратэ разбиралась Светлана Гордеева. Секса ноль. Из знаменитого календаря Пирелли впервые за 50 лет исчезли обнажённые модели. Так что же стряслось, выясняла Алина Репина. Здравствуйте. Вас приветствует информационная служба телекомпании НТВ. Это программа сегодня. Ведущие Лилия Гильдеева. И Василий Максименко. Главнокомандующий воздушно-космическими силами России сегодня вручил звезду героя жене подполковника Олега Пешкова, командира Су-24, сбитого турецким истребителем. Награду за мужество и отвагу летчику присвоили посмертно. Он смог катапультироваться с падающего бомбардировщика, но был расстрелян с земли. Была нарушена не только Женевская конвенция, а так и на российский самолёт. Как выясняется, была проведена Турцией, страной НАТО, в нарушении даже внутренних стандартов Североатлантического альянса. Сергей Морозов продолжит. Липецк. Четвёртый государственный центр подготовки авиационного персонала. Лётчик Олег Пешков был одним из лучших подразделений. И сегодня те, кто его близко знал, его сослуживцы, выстроились, чтобы услышать указ о награждении героя. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации подполковнику Пешкову Олегу Анатольевичу посмертно. Главнокомандующий военно-космическими силами России Виктор Бондарев вручил звезду героя вдове погибшего со словами соболезнования. Мы разделяем ваше горе и скорбим вместе с вашей семьёй. Родина высоко оценила подвиг нашего пилота. Указом президента Российской Федерации он награждён высшей наградой Родины. Тело пилота, погибшего в ходе операции в Сирии, накануне было доставлено в Россию с воинскими почестями. Эскорт истребителей сопровождал самолёт во время его следования в небе Российской Федерации. В аэропорту Чекаловский была устроена траурная церемония с участием министра обороны. Там глава военно-космических сил назвал атаку на российский самолёт предательством и пообещал покарать виновных. Бомбардировщик Су-24 был сбит ракетой с турецкого истребителя. Олег Пешков катапультировался и был расстрелян с земли боевиками. Турция, член НАТО, нарушила НАТОвские стандарты, заявил сегодня в штаб-квартире Альянса полпред России Александр Грушко. Полагается сблизиться с самолётом, идентифицировать его, сопроводить до выхода из воздушного пространства страны. Турция вместо этого умышленно атаковала российский самолёт в небе над Сирией. Как и на каком основании было принято решение о пуске ракеты на поражение самолёта, находящегося в воздушном пространстве Сирии, и не представлявшего никакой угрозы для Турции, в НАТО предпочитают не углубляться. Понятно почему. НАТО, не дав принципиальную оценку этому противоправному деянию, по сути, политически прикрыло Анкару члена Альянса и поэтому несёт ответственность за инцидент. После этой атаки Россия разорвала военные контакты с Турцией. И по словам пресс-секретаря президента Путина, пока нет возможности говорить о том, что эти связи будут восстановлены. Каналы связи между нашими военными существовали, и они были призваны не допустить таких трагедий, которые произошла. Эти каналы не сработали и не по вине российской стороны. Обстоятельства произошедшего указывают, скорее всего, на то, что никто не собирался прибегать к использованию существующих на тот момент каналов. Ранее в Министерстве обороны пояснили, что российские комплексы С-400 размещены в Сирии именно потому, что Москва больше не верит в способность западной коалиции выполнить договорённости о защите российских самолётов. Погибший командир бомбардировщика Олег Пешков будет похоронен в Липецке завтра на аллее почётных граждан одного из городских кладбищ. Власти Липецка предлагают назвать его именем одну из городских улиц. Такое же предложение поступило и от мэра Тамбова. Сергей Морозов, НТВ. Усиление противовоздушной обороны Турции сегодня обсуждают на министерской встрече НАТО в Брюсселе. Как пояснил генсек альянса Йенс Столтенберг, этот вопрос не следует связывать со сбитым российским истребителем. Мол, помощь туркам – это просто забота о союзниках. Столтенберг также объяснил, почему НАТО наращивает военное присутствие у российских границ. Оказывается, виной всему действия самой России, которая развернула вдоль своих рубежей, а также в Сирии, современные системы ПВО. Из Брюсселя передаёт Вадим Глускер. Расширение НАТО на восток – термин скорее из эпохи 90-х. Впрочем, в Вашингтоне никогда не отказывались от идеи идеального однополярного мира под руководством Североатлантического альянса. Все попытки вхождения в блок Украины или Грузии пока провалились, зато подоспела Черногория. Именно принятием этого балканского государства в альянс сегодня в Брюсселе занимается Министерский совет НАТО. Перед началом заседания генсек НАТО Столтенберг, отвечая на вопрос о проходящих в Черногории протестах против вступления в НАТО, назвал их вполне законным явлением в свободной стране. Однако отказался спекулировать на тему утверждений отдельных западных СМИ, что за этими выступлениями стоит Россия. Впрочем, тема влияния России на пространство, которое НАТО считает своим, активно обсуждается сегодня в контексте так называемых гибридных войн, которые якобы ведет Россия. Россия разворачивает современные системы ПВО вдоль своей границы с НАТО, помимо Сирии и восточной части Средиземного моря. Мы наблюдаем аналогичные действия в Крыму, близ стран Балтии, в Калининграде и до дальних северных границ. Это те современные сложные возможности, которые обеспечивают закрытие воздушного пространства. К этим действиям НАТО адаптируется, наращивает свое присутствие в восточных странах Альянса. Проблема лишь в том, что НАТО явно подменяет причинно-следственную связь. Системы ПВО, о которых говорит Столтенберг, а точнее «Зенит» на ракетный комплекс С-400, заступил, например, на боевое дежурство на российской авиабазе в Сирии лишь 26 ноября, то есть уже после того, как военно-воздушные силы Турции сбили российский бомбардировщик Су-24. Но это, видимо, никого не смущает. И вот уже появляется новое заявление о том, что НАТО продолжит поддерживать Турцию в обеспечении ее противовоздушной обороны. Впрочем, это не имеет якобы никакого отношения к инциденту с российским бомбардировщиком. Просто продолжат и все, так как Турция многолетний стратегический партнер Альянса. Тот факт, что у Анкары в Сирии, кроме участия в антитеррористической коалиции, есть и другие задачи, об этом в НАТО предпочитают не говорить. Известно, что президент Реджеп Эрдоган в ответ на это заявил, что в случае предоставления Москвой таких доказательств он готов уйти в отставку. Впрочем, все это пока красивые слова. На практике Анкара даже не извинилась за сбитый самолет. Любопытно другое. После своей встречи с турецким президентом Барак Обама сегодня сделал заявление, согласно которому он жестко указал Эрдогану, что на границе между Сирией и Турцией по-прежнему существуют участки в несколько километров, используемые для прохода иностранных боевиков и доставки грузов. И это очень волнует Соединенные Штаты. Что на это скажет президент Турции и руководство НАТО. Вадим Глузский и Борис Фильчиков, Европейское бюро НТВ. Сегодня правительство Германии решило направить своих военных в Сирию для борьбы с террористами ИГИЛ. В миссии предполагается задействовать до 1200 солдат Бундесвера, разведывательные самолеты, дозаправщики и как минимум один фрегат. Операция рассчитана на год, но при необходимости ее могут продлиться. Однако немецкие военнослужащие отправятся в Сирию лишь в том случае, если этот план одобрит парламент. А голосование в Бундестаге назначено на завтра. Сегодня Северокавказский военный суд вынес приговор студентам Ставропольской медицинской академии, которые в свободное от учебы время коротали за вербовкой россиян в ряды, запрещенные в России террористической группировки ИГИЛ. Заседание в Ростове-на-Дону проходило с использованием видеосвязи. Подсудимый сейчас находится в Ставропольском СИЗО. Суд согласился с доводами прокуратуры и приговорил вербовщиков к реальным срокам заключения. Они получили от 7 до 5 лет колонии. Процесс занял немного времени, поскольку проходил в особом порядке после того, как все подсудимые признали вину. Главы регионов должны внимательно следить за ситуацией с выплатами зарплаты и не допускать роста задолженности. Такую задачу сегодня поставил Владимир Путин на встречу с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. Еще одной темой встречи стала работа главного предприятия региона Автоваза, который в этом году, по словам губернатора, приготовил для покупателей сразу несколько ярких новинок. Сегодня же в Кремле Путин встретился с главой Вологодской области Олегом Кувшинниковым. Тот сообщил президенту о планах создания в регионе особой экономической зоны по лесопереработке. Объем инвестиций оценивается в 100 миллиардов рублей. Сегодня же в графике Владимира Путина значилась еще одна, не совсем обычная встреча. Он лично поздравил 70-летием одного из самых известных артистов страны, сатирика Геннадия Хазанова. Его творческий путь начался еще на советской сцене, но и в новых условиях Хазанов оказался востребован. В начале встречи президент сообщил артисту, что по поручению многомиллионной армии поклонников подписал указ о награждении его орденом за заслуги перед Отечеством первой степени, а также преподнес оригинальный подарок. Большое вам спасибо за ваше творчество. Спасибо. И за большую работу. Кстати говоря, нелегкую работу, то ли она внешне все смотрится весело и смешно, а на самом деле это... Я знаю, как вам все это достается. Я вас поздравляю и желаю вам все самое. Спасибо. Ну и вам, как самому известному вопускнику кулинарного технику, хочу подарить новейшую поварскую отмилу 1910 года. Вот, пожалуйста. Ну и Хазанов пришел в Кремль не с пустыми руками. Он сообщил, что принес с собой подарок президенту, подготовленный к его недавнему дню рождения. Города больше, чем... Тихо, тихо. Ну вот, видите, придется, придется, если бы вам что-то поскорнее принесли, я по себе оставлю, это придется сдать теперь в Кремль. Да, потому что один в алмазном фонде, а второй может стоять в кабинете. Не-не-не, спасибо большое, это я на этом применении. Хорошо. Хорошо. Да, Геннадий Юрьевич. И вот? Да, да, подставочка. 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 Да. Ну, поскольку юбилер сегодня не я, а вы, то вам как раз от это и подойдет. Нет. Красиво. Нет. Для меня это тяжелая шапка. Пожалуйста. Спасибо. Подарок Хазанова – это копия российской императорской короны. До конца года число ВИЧ-инфицированных в России достигнет одного миллиона. Таким прогнозом сегодня во всемирный день борьбы со СПИДом поделились в Федеральном центре по профилактике этой болезни, которая уже унесла в нашей стране более 200 тысяч жизней. Первый случай заражения еще в СССР был зафиксирован в 87-м году, то есть уже почти 30 лет прошло, сменилось поколение. Но одним из главных, если можно так сказать, симптомов этой большой эпидемии остается незнание пройти тест и не бояться. Такие призывы прозвучали сегодня по всему миру. И НОСПО продолжит. Секс-симула российской эстрады Вера Брежнева сегодня откровенно призналась. Она прошла тест на ВИЧ. И другим советуют. Это должно стать нормой. Да, просто сейчас думают, что тестирование на ВИЧ это что-то такое постыдное, что-то такое очень неприятное, да, и не нужно этого делать. Минздрав тем более рекомендует пройти тест на ВИЧ и СПИС спокойно. Это раньше СПИС считался проклятием для наркозависимых и людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. За последние 10 лет изменилась процентная представленность и такого пути передачи, как обычный половой путь, гетеросексуальный путь от мужчины к женщине и наоборот. И сейчас уже это более 40%. И речь идет не о маргинальных слоях населения. Бывает, что заражаются от собственных жен и мужей. Владимир Познер еще с конца 80-го бьет тревогу. То есть с тех времен, когда считал, что в СССР секса нет, не говоря уже о СПИДе. Что болеют только, во-первых, иностранцы, во-вторых, иностранцы-комосексуалисты, и в-третьих, иностранцы-наркоманы. Я был в нашей больнице, в Сокольниках. Тогда представлял собой довольно печальное зрелище. Медсестры боялись дотронуться до маленьких детей, которые были ВИЧ-инфицированы. Сегодня россияне более информировано. Знают, что СПИД не передается через объятия или в бассейне. Москвичи, например, намного чаще стали проходить обследования на ВИЧ. Если брать Москву, то практически 27,5% жителей Москвы обследованы на ВИЧ-инфекцию. То есть считайте, это практически каждый третий. Это невероятная цифра по сравнению с США, где обследуются около 11 всего процентов населения. По данным Роспотребнадзора, официально диагноз ВИЧ-инфицированный у 1% населения. Это почти миллион человек. Как считают эпидемиологи, еще полмиллиона не знают о своем заболевании. А значит, несут скрытую угрозу. И количество зараженных ежегодно увеличивается на 10%. Хотя проверить свой статус очень легко. Занимает это буквально несколько минут. Нужно всего лишь сдать кровь на анализы. Ну вот и все. Это бесплатно и анонимно. В России на сегодня умерли от СПИДа 200 тысяч человек. И цифры стремительно растут. Именно потому, что люди слишком поздно узнают о диагнозе. Современная терапия позволяет продлить жизнь больным до 50 лет. Чума 21 века не СПИД, а невежество. Отсюда страх стать изгоем в обществе. Вот звезда Голливуда Чарли Шин. Лишь спустя годы признался в том, что болен СПИДом. Другая звезда, солистя Тубона, объявил сегодня лотерею. Все, кто жертвует хотя бы 10 долларов на борьбу со СПИДом, имеют шанс прокатиться с ним на велосипеде по парку. Или поужинать с Жоржем Клоне, прогуляться с Мэрил Стрип. В КНР сегодня, в день борьбы со СПИДа, провели акцию у Великой Китайской стены и массовое тестирование. Здесь количество зараженных растет из-за популярности мобильных сервисов знакомств. В общем, эпидемиологи всех стран говорят об одном. Пока вакцина не изобретена, любовь, верность и осведомленность спасет мир от СПИДа. Инна Осипова, Евгений Рыбакова, Григорий Воронов, Михаил Усанов, телекомпания НТВ. Задержки строительства аэропорта Петропавловска-Камчатского наводят на мысль о саботаже, заявил сегодня глава администрации президента Сергей Иванов на видеоконференции, посвященной проблемной стройке. И добавил, что ситуация, помимо тщательных проверок, похоже, уже требует вмешательства другого уровня. 24 ноября контрольное управление побывало в Петропавловске на Камчатке в аэропорту. И что оно увидело? На некоторых недостроенных объектах работ вообще не велось. На командно-диспетчерском пункте, на котором мы проводили совещание, которое смотрели, трудился один человек 24 ноября. Был обнаружен один рабочий. И у меня уже зреет мысль доктора вызывать в лице правоохранительных органов, потому что терпеть это без конца невозможно. Контрольное управление – это терапевт, а, по-моему, уже нужен хирург в лице правоохранительных органов. Задержка сдачи объекта уже 14 месяцев. Причины, по словам Иванова, это просчеты при проектировании, банкротство одного из субподрядчиков и несогласованные действия заказчика и исполнителя работ. В России меж тем собирается запретить сухой алкоголь. Денис Талалаев, поясни. Денис, взволнованная общественность, кстати, интересуется точно только сухой. Вот, кстати, почему запрещают? Потому что опаснее жидкого? Власти опасаются, что россияне не будут разбавлять сухой алкоголь. И так его, ложкой. Сухой или, по-другому, порошковый алкоголь в России собираются объявить вне закона. Распоряжение премьера Медведева опубликовано на сайте правительства. Сухой алкоголь разбавляют водой и получают желаемый напиток. Есть водка, ром, виски. Но Роспотребнадзор признал субстанцию опасной для здоровья россиян. Объясняли так. Потребитель может использовать ее не по назначению. Например, употреблять в сухом же виде. А это грозит ожогом слизистых и интоксикаций. Власти, кстати, обещают взяться не только за сухое спиртное. Подробнее о новой антиалкогольной кампании сегодня в Анатомии дня в 23.30. А еще сегодня правительство опубликовало список турецких товаров, которые запрещено ввозить в Россию с 1 января. В нем, как обещали, в основном овощи и фрукты. Самая значимая позиция – это томаты. Потому что больше половины всех импортных томатов в России привезены именно из Турции. Также в запретный список попали, например, огурцы, лук, апельсины, мандарины, яблоки, виноград, персики. Интересно, что турецкие лимоны не запретили, хотя их доля на российском рынке 90%. Ранее Центробанк сообщал, когда перечень запрещенных турецких товаров опубликует, он сможет оценить, как все это повлияет на инфляцию. Американские биржи в первый зимний день торгов выбрали северное направление. Основные индексы в плюсе примерно на полпроцента. Сдерживает рост статистика, которая почти все европейские индексы увела на красное поле. А именно, активность в промышленности США в ноябре, вопреки прогнозам, замедлилась. Наши ММВБ и РТС закрылись тоже в смешанных чувствах, на них еще давит геополитика. Рубль в эти минуты дешевеет. Доллар на межбанке 66,57, евро 70,64. Серьезным новогодним предостережением выступил британский регулятор в сфере телекоммуникаций Овком. Он утверждает, скорость Wi-Fi интернета в вашем доме может замедлиться из-за электрических гирлянд на елке. Специалисты Овкома провели исследование и выяснили, что в 6 миллионах домов и офисах в Великобритании беспроводной интернет работает не так быстро, как мог бы. Одна из причин – помехи от бытовых приборов. В докладе, к примеру, называют микроволновку, радионяню и, вот уж от кого не ожидали подвоха, новогодние гирлянды. Дилемма современного человека – или интернет, или огоньки. Вы что выбираете? Спасибо, Денис. Wi-Fi, однозначно Wi-Fi. Да, коллеги, и сейчас, я вот вижу, идут срочные сообщения из Стамбула. Там, в метро, по предварительным данным, взорвалась бомба, и мы рассчитываем получить подробности того, что же там все-таки случилось в ближайшие минуты. В Великобритании началась очередная кампания по борьбе с ожирением. На острие атаки оказалась сладкая газировка. Именно лимонад, по данным диетологов, зачастую приводит к появлению лишнего веса, диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям, особенно у детей. Ну, пока общественность ломала копья, опросом вплотную занялись государственные органы. Газировку хотят обложить высоким налогом, а в перспективе даже ввести возрастное ограничение на ее покупку, приравняв внимание к алкоголю и сигаретам. Лиза Герсон выяснила подробности. Один из пяти первоклассников в Британии страдает от излишнего веса, и один из трех выпускников. Но это не учеба в школе, так пагубно действует на здоровье. Вес детей, как домашних питомцев, чаще всего ответственность взрослых, которые поощряют сладким послушание. Но если дети начнут слушаться каждый день, то скоро в британские школы будет не попасть. Мне мама разрешает лимонад два раза в месяц. Иногда чаще, если повезет. Я знаю, что вредно, но вкусно. Ничего не могу с собой поделать. Если ничего не могут поделать с собой ни дети, ни взрослые, тогда еще более высокой инстанцией, парламентариям придется вводить новые правила. Никакого сладкого. За нарушение закона наказание в виде налога. На сладкую воду его хотят установить в размере 20% от стоимости. В этой бутылке содержится 7 или 8 чайных ложек сахара, что превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения. 6 чайных ложек в день. 40 лет назад во всем мире врагом красоты и здоровья был объявлен жир. Но налог на масло и сало тогда никто не вводил. Сегодня доказано, что ученые тогда ошиблись. Жир на боках растет не от жира в тарелке, а от сахара в стакане. Эта жидкость, по-моему, орудие массового поражения здоровья. И место ей в сливной трубе. Прочищает водопровод. Викторианский водопровод прочищает регулярно. И вода, которую он подает, не содержит ни палочки коха, никаких иных вредных веществ, которым вот-вот приравняют и сахар. То, что гораздо лучше для вашего здоровья и бесплатно, это вода. На здоровье. Пока сахар не признали не менее вредным и запрещенным веществом, чем другие, такие же белые и сыпучие, с ним очень сложно бороться. И рука пока не поднимается, выбросить его в темзу. Но вполне возможно, во всем мире скоро сахар ждет судьба табака. И его тоже будут продавать в упаковках, исписанных предупреждениями об опасных болезнях. Пока продавцы сахара в жидкой твердой форме не хотят проигрывать борьбу. И утверждают, что у потребителя должен быть выбор, принимать или нет белый порошок. Если люди хотят есть сахар, пить сладкие напитки, есть шоколад, пускай. Мы знаем, что это вредно, но мы не хотим лишать граждан права выбора. Никого не возмущает, когда правительство лишает своих граждан, и особенно детей, право на выбор в пользу наркотиков и сигарет. Но для того, чтобы сделать нелегальными шипучие напитки, нужно сначала всех убедить, что действительно лучшее для них место в раковине, а не в желудке. После этого можно не только вводить налог, но и ограничения по возрасту. Продавать лимонад только тем, кому стукнуло 21. Лиза Герсон и Борис Халфин, телекомпания НТВ, Лондон. Так, и вот подробности из Стамбула. Как сообщают местные СМИ, в метро прогремел мощный взрыв. Один человек погиб, число пострадавших пока неизвестно. Информацию о причине взрыва противоречиво. По одним данным всему виной неисправный трансформатор, по другим в переходе около платформы сработала бомба. Станция, на которой произошел инцидент, расположена над землей. Идет эвакуация пассажиров, движение поездов прекращено. Мы будем следить за развитием ситуации. А сейчас в нашей студии наш коллега Егор Колыванов из Анатомии Дня. Егор, вот коротко, что сегодня у вас будет главной темой? Ну, вы помните, мы рассказывали историю про мальчику, у которого пуля в голове. Так вот сегодня ему была сделана операция. Пулю извлекли, самое интересное, извлекли из позвоночника. Представляете, как она сильно переместилась. Конечно же, это была маленькая пуля из пневматического ружья. Но мы поговорили с врачами и с мальчиком, как только он пришел в себя. Вот удивительная история спасения будет сегодня в Анатомии Дня. Ну и, конечно же, будем следить за сообщениями из Стамбула. Спасибо, Егор. Смотрите Анатомии Дня в 23.30. А вот что через минуту будет в нашем выпуске. Смертельная обида в Саратове. Спортивный судья расстрелял бывших коллег на глазах у группы воспитанников. Причиной трагедии в школе каратэ разбиралась Светлана Гордеева. Секса ноль. Из знаменитого календаря Пирели впервые за 50 лет исчезли обнаженные модели. Так что же стряслось, выясняла Алина Репина. Это программа «Сегодня». Продолжаем наш выпуск. В Саратове сегодня выясняют, что стоит за трагедия, разыгравшаяся минувшим вечером в зале единоборства, где на глазах у десятков воспитанников был убит известный в мире боевых искусств тренер Азамат Норманов. Он работал с национальной сборной по каратэ. Известно, что самосуд устроил бывший судья из той же спортшколы, где занимался Норманов. Боевым искусством он предпочел боевой пистолет. Из-за чего или из-за кого это убийство, выясняла Светлана Гордеева. Это первые кадры с места преступления. Шокирующую картину увидели полицейские, когда приехали на экстренный вызов в спортзал саратовского клуба «Олимп-99». Туда вечером, прямо во время занятий, ворвался бывший сотрудник и открыл стрельбу. Все произошло на глазах у детей. Их в момент трагедии было около 30. Лишь чудом никто из воспитанников не пострадал. Стрелок целился не в них, в тренеров. К приезду медиков председатель федерации каратэ Саратовской области Азамат Норманов скончался. Еще двое наставников получили тяжелые ранения. Он один был? Он бывший судья. Зовут Россия. Правильно? Думал позорваться, руку протянул и упал. Не помню. Я не понял. Я увидел только лицо и помню упал. Ничего он не сказал. Просто зашел из-за выстрела. Я не понял. Что-то такое сказал, я не помню. Того, кто стрелял, тренеры узнали сразу. Расим Керимов когда-то работал здесь судьей, уволился год назад из-за неких разногласий с коллегами. Разыскивать подозреваемого долго не пришлось. Спустя несколько часов он сам явился в полицию. И уже на следственном эксперименте рассказал, что в свое время ушел из клуба из-за конфликта с Азаматом Нормановым. И после этого тот якобы начал срываться на его дочери Веронике. Она занималась в этой школе и довольно успешно. Девушка двукратная чемпионка России по карате. Накануне вечером, по словам Расимы Керимова, дочь пришла с синяками и пожаловалась на тренера. Мстить обидчику разгневанный отец отправился с пистолетом Макарова. Однако вот на этих снимках Азамат Норманов лично награждает свою именитую воспитанницу Веронику Керимову. Оба улыбаются. О каком же конфликте между педагогом и ученицей может идти речь? Эту версию считают неправдоподобной знакомые погибшего. Это полная лошадь. У этого человека конфликтов никогда ни с кем не было. Это был уникальный человек. Это мой брат. Это был отец 300 детей. Такой-то подлец, что он натворил. Мы все в шоке, мы этого не понимаем. За свою карьеру он подготовил 11 мастеров спорта России. Более 10 его воспитанников состоят в сборной страны многие. Призеры чемпионатов Европы и мира. Азамат Норманов был неизменным вожатым в летних спортивных лагерях. Своих детей Сэнсэй не доверял никому. Сам от смены до смены следил за их тренировками и отдыхом. Трагедия в спортзале юных каратистов. Их родители восприняли как личную потерю. Это был удивительный человек на самом деле. Просто восхитительный. И уважение, и низкий поклон ему. Сегодня коллеги-воспитанники несут цветы к спортивному клубу, где произошла трагедия. Тем временем медики борются за жизнь двоих пострадавших. Оба сотрудника школы каратэ, они, к слову, родственники погибшего тренера, сейчас находятся в реанимации, в тяжелом состоянии. Светлана Гордеева, Александр Токарев, Евгений Арсентьева, телекомпания НТВ. Средняя полоса встречает зиму влажной погодой. А вот далеко ли до морозов, знает Анна Сапко, которая присоединяется к нам из Метео-студия. Судя по ситуации в атмосфере, морозы не нагрянут. Ни в ближайшие дни, ни в выходные. А на следующей неделе будет даже еще теплее. Для нашей зимы в последнее время это не редкость. Сейчас на европейской территории России в большинстве районов господствует теплый и влажный воздух Атлантики. Дневная температура почти везде одинаковая. С минимальной разницей в пару градусов на севере и в средней полосе. В Архангельске минус один, в Ярославле и в Орле ноль, в Воронеже и в Самаре плюс один. И везде осадки, паровистый ветер, высокая влажность. На юге сильные дожди, резкий ветер. В Сочи около десяти тепла, в Севастополе и в Ялте плюс пять. В Петербурге небольшие осадки и ночью, и днем ноль плюс два. В любую погоду препарат Кагоцел – это профилактика и лечение простуды и гриппа для взрослых и детей от трех лет. Чтобы кишечник работал как часы, принимайте жевательные таблетки Фитолакс от Эвалар. Фруктовое послабляющее средство. Попробуйте новинку «Батончик Фитолакс при склонности к запорам». Фитолакс – послабляющее средство на основе фруктов. Жевательные таблетки Фитолакс не требуют запивания. Новинка – послабляющий «Батончик» с ценными пищевыми волокнами. Простуда, грипп. А лечение опаздывает? На помощь придет Кагоцел. Кагоцел работает даже при запоздалом лечении у взрослых и детей с трех лет. Грибок ногтей не отступает? Лацерил. Благодаря механизму трансформации, лацерил убивает грибок там, где другим недоступно. Лацерил – препарат от грибка ногтей номер один в мире. В Москве местами небольшой снег. Ночью ноль, минус два по области до минус пяти. А днем около нуля. И дальше, как я уже говорила, как минимум до конца недели. Включая выходные, такая же сырая и теплая, совсем не декабрьская погода. Не декабрьская, конечно, но в снежки поиграть самое то. Спасибо, Аня. Аня, спасибо, но календари сегодня, похоже, сговорились и показывают что-то не совсем, на глазу, привычно. А это же касается и знаменитого на весь мир мужского календаря Пирелли, где в последние полвека красовались, но не сказать, чтобы одеты модели, предлагающие по достоинству оценить округлые формы, ну, конечно же, шин, которые производит Пирелли. И вот сегодня, кажется, произошла новая сексуальная революция. Стиль Нью исчез со страниц календаря с подачи культового фотографа Энни Лейбовиц. Взглянули необычные женщины современности в своей обычной, естественной красоте. Без ретуши, без макияжа. Алина Репина засмотрелась. Согласны ли вы сняться для календаря Пирелли? Услышав в трубке такой вопрос, директор Нью-Йоркского музея современного искусства Агнес Гант ответила, зачем вам такая, как я? Агнес 77. И теперь она вместе с внучкой украшает главный календарь для состоятельных мужчин. В этом календаре все настолько по-другому, принципиально другая концепция. Предводитель автомобильных шин перестает снимать для своего календаря обнаженных женщин. Похоже, именно так сегодня выглядит культурная революция. Вместо юных, раздетых в пух и прах моделей. Женщины из списка топ-100 влиятельных персон от журнала Time. Вот, например, декабрь, 2015 год. Ракель Циммерман, голубоглазая блондинка с талией 58 сантиметров. И вот выбор Пирелли 2016. Американскую комедиантку Эйми Шумер обычно оценивают по другим параметрам. Это была последняя наша фотография, и она абсолютно правдивая. Эйми взяла чашку кофе и сделала глоток. И тут я поняла, это то, что надо. Я никогда еще не чувствовала себя такой красивой. Это была настоящая я. Кажется, нетронутая ретушью Сирена Уильямс. Полностью одетая 82-летняя Йоко Оно. Непорочная Мадонна Наталья Водянова, собственным сыном на руках. Вот, кстати, ее образ прошлого года. Нельзя сказать, что за 50 лет существования календаря там не печатали одетых женщин. Но это все было не то. Энни Лейбовец, икона современной фэшн-съемки, уже работала с Пирелли в 2000-м. И уже тогда это был немного другой календарь. Мы не хотели, чтобы все выглядело так, будто кто-то старается позировать. Не то, чтобы мы совсем не прикладывали усилия, это неправда. Но главным для нас было показать личность модели. Звезды запускают флешмоб. Селфи без макияжа. Кира Найтли отказывается сниматься в рекламе, если узнает, что ее грудь собираются увеличить с помощью фотошопа. Плейбой перестает публиковать полностью обнаженных моделей. Женщина не объект, а субъект. Интересно, вне зависимости от размера бюста и длины ног, кажется, вот он, тренд, перед которым сдался эротический календарь. Больше стала цениться индивидуальность и стиль, и такая, в общем-то, самобытность. Вся мировая тенденция говорит о том, что человек быстро идет, куда мы, правда, пока не понимаем, но я надеюсь, к свободе. Экономисты же находят для календарной революции более прозаичную причину. В США все больше машин покупают не мужчины, а именно женщины. А где машины, там и шины, в том числе и пирели. Ну а чего не сделаешь для привлечения целевой аудитории. Ведь с точки зрения маркетинга, календарь не более чем очень дорогой и красивый рекламный буклет. Ждать ли в нем в следующем году привычных знойных красоток, продажи покажут. Алина Репина, Елена Светикова и Олег Дамер, НТВ. Таковы новости к этому часу. Мы Лилия Гитдерева. И Василий Максименко. Благодарим вас за внимание. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин